МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ураган может повториться. МЧС региона вновь передала штормовой прогноз. Сговорились антимонопольщики, установили, кто из купщиков молока устроил ценовой сговор. Сегодня всемирный день рыбака. Какую рыбу можно поймать недалеко от краевой столицы? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Сегодня в Алтайском крае вновь объявлено штормовое предупреждение. Накануне МЧС региона сделала рассылку. В рассылке сказано, что в крае пройдут дожди, грозы, местами сильные ливни и град. Порывы ветра будут достигать 24 метров в секунду. При этом сохранится аномально жаркая погода. Температура воздуха достигнет 30 градусов и выше. Краевое МЧС просит соблюдать меры безопасности. При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шапки конструкции. Не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараж. При аномально жаркой погоде не находитесь долго на солнце. Прячьтесь в тень. Во время сильной жары нужно носить светлую одежду. Головной убор обязателен. Пейте больше воды. Напомним, за последнюю неделю по краю прошла ураганная волна. В центральном районе Барнаула по-прежнему сохраняется режим ЧС почти три дня. В сотнях домов не было света. На сегодняшний день полностью восстановлено электроснабжение в поселках Цветы Алтая и Ересной, а также в Нагорной части города. Без света остается часть Затона, около 50 домов. Работы по восстановлению продолжаются. А вот накануне ночью буря накрыла целинный район. Она повалила полтысячи деревьев и оставила без света шесть сел. Работы по восстановлению электричества велись весь день. Накануне вечером оно вернулось в дома четырех сел. На текущий момент без электроэнергии остается Марушка и Дружба. На месте ЧП работают около 150 спасателей. Житель Заринска утонул вместе с пятилетней девочкой, сидевшей у него на плечах, сообщает информагентство Банкфакс. Подробнее о трагедии на воде и других новостях от сибирской медиагруппы в обзоре далее. Трагическое происшествие с мужчиной и маленькой девочкой случилось на реке Чумыш. По данным следствия, на берегу, недалеко от железнодорожного моста в Заринске, отдыхала компания. Мать ребенка отправилась вплавь на другой берег. В это время ее знакомый посадил девочку на плечи и пошел искупаться. В результате 55-летний мужчина и ребенок утонули. Тела погибших обнаружили спустя несколько дней в четырех километрах от места происшествия. По данному факту, региональный следком проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего. В Крае по поручению Виктора Томенко улучшат методику тестирования школьников на наркотики, информирует Политсибру. По словам в Рио губернатора, нужно применять более эффективные методы работы для раннего выявления лиц, употребляющих запрещенные вещества. Отметим, в этом учебном году обследование на наркотики прошло около 15 тысяч молодых людей Края. Почти у тысячи из них выявили предрасположенность к рискованному поведению. Как подчеркнул Томенко, в регионе нужно усилить работу по стабилизации наркоситуации. Бийский рабочий сообщает, что на рынках города появилась первая ягода – жимолость и садовая клубника. Правда, корреспонденты газеты рассказывают, что полезную синюю ягоду продают небольшими объемами. А вот так называемой в народе виктории на рынках достаточно много. Дачники подмечают, что в этом году ягода начала поспевать несколько позже обычного. Так, к концу июня всегда поспевали редкая лесная земляника и деликатесная полевая клубника. Но этим летом ягода данных сортов созреет только в начале июля. Елена Макаренко, Наши новости. Скупщики молока в Алтайском крае устроили ценовой сговор. Об этом сообщили региональные антимонопольщики. Сотрудники ведомства установили, на ценовой сговор пошли сборщики молока в Усть-Калманском районе. Это показала проверка, которую управление организовало после жалоб владельцев и личных подсобных хозяйств района. В ходе расследования выяснилось, что закон нарушили барнаульские молочные комбинаты и два ИПшника. В ближайшее время ответчиков ждут предписание и штраф. И добавим, что на рассмотрение антимонопольной службы края сейчас находится дело по признакам ценового сговора в Поспелихинском районе. О состоянии дорог края и качестве придорожного сервиса они планируют рассказать в Государственной Думе. Участники международного автопробега Москва-Владивосток-Токио на один день заглянули в Барнаул. Здесь можно и спать, кстати. Здесь есть место для приготовления пищи. Есть туалет, есть вытяжки, кондиционер, есть газовое отопление. То есть эта машина позволяет от плюс до минус 20 здесь комфортно находиться. В автотур участники отправились вот на таком переделанном доме на колесах марка «Фиат Дуката». Но сами пилоты его называют «Филькой». Здесь есть все необходимое для дальних путешествий. Правда, в автомобиле становится все меньше места. Жители разных городов дарят автомобилистам подарки. В Новосибирске, к примеру, подарили саженец сибирского кедра, который должен быть высажен в стране восходящего солнца. Киниш тура запланирован на конец сентября. За это время его участники должны проехать около 14 тысяч километров, посетить более 50 городов России и 5 Японии. Экспедицию приурочили к году Японии в России и, соответственно, России в Японии. Основная цель путешественников – налаживание дружественных контактов между странами. Автопробег называется «Резервы человечества». Через три года мы планируем совершить кругосветное плавание с этим же лозунгом «Резервы человечества». Поэтому ежегодно мы приняли решение совершать автопробеги по нашей стране именно с этим же лозунгом и с этой миссией. Ни хвоста, ни чешуи. Сегодня праздник на улице тех, для кого эта фраза – лучшая на свете пожелания, а именно рыбаков. Любители крючка и удочки разных стран отмечают свой профессиональный праздник – Всемирный день рыболовства. Рыбная ловля – одно из самых древних занятий человечества. Археологи находят крючки и снасти возрастом десятки тысяч лет. Да и сегодня рыбалка, если речь идет не о промышленной добыче, остается одним из самых массовых увлечений человечества, в том числе спортивных. В Алтайском крае насчитывается порядка 200 спортсменов-рыболовов, число же любителей не поддается подсчетам. Один из тех, кто будет сегодня отмечать праздник – мастер рыболовного спорта Константин Тинин. Для него рыбалка – прежде всего удовольствие. Говорит, секрет хорошей рыбалки прост – не гнаться за количеством добытой рыбы и довольствоваться единственной удочкой. Если вы рыбачите на одну удочку, вы никогда не просмотрите поклевку, никогда не просмотрите, как птицы летают над вашими головами. И в результате вечером вы будете настолько довольны своим проведенным днем, что дома от вас будут только положительные флюиды. Подробнее о том, какую рыбу можно поймать в нескольких минутах езды от Барнаула, чем отличается рыбак-любитель от профессионалов, а также о некоторых секретах. Рыбной ловли расскажет Илья Коченков в нашем вечернем выпуске. В период оттопительного сезона нельзя забывать о состоянии вентиляции в многоквартирных домах, ведь от этого зависит не только микроклимат в квартире, но и наше здоровье. Обслуживание систем вентиляции, очистка дымоходов, печей и каминов, санитарная обработка мусоропроводов поддерживает гигиену в жилых домах с компанией «Эксибирь» просто и выгодно. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – сеть магазинов «Трофей» – все для рыбалки, охоты и туризма. В «Трофей» найдется все для отличного летнего отдыха – палатки, мебель, спальники, рюкзаки, посуды, барбекю, мангалы и все остальные нужные аксессуары. Оторвись от компа! Покажи своей девушке настоящую романтику! Сходи в поход с семьей! Приготовь ужин на костре! Будь мужиком! Сеть магазинов «Трофей»! На большей территории края вновь дожди. В Славгороде и Белокурихе 24 тепла, в Рубцовске 26, в Бийске 27, в Барнауле малооблачно, возможно гроза и до 27 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова